Спасибо большое. Дорогие коллеги, я рада, ну не могу сказать, что вас видеть, потому что я вас не вижу, я рада чувствовать ваше присутствие здесь в виртуальном пространстве. И я хотела бы представить вам сегодня одну из лекций моего будущего курса, которая называется «Академическая коммуникация в виртуальном пространстве». Вот как раз о том, чем мы сегодня будем с вами заниматься. Ну, на титульном листе моей презентации вы видите изображенного искусственным интеллектом ученого, который пытается осуществить коммуникацию, но коммуникацию он осуществляет в традиционном таком пространстве, асинхронной коммуникации пишет письмо. Количество пальцев у него, искусственный интеллект еще не всегда может подсчитать, поэтому такой он немножко странный. Значит, мне сегодня, значит, вот этот мой вебинар, он является частью вот этого большого курса, который я буду с 13 мая читать. Я позже о нем немножко поподробнее скажу. Ну, и здесь в презентации вы найдете кое-какую литературу на тему, тоже потом можете с ней познакомиться. Она в электронном виде в сети есть, но нужно ее как бы скачивать в соответствующих магазинах. Значит, что из себя представляет виртуальное пространство, о котором я сегодня буду говорить? Вообще, само по себе виртуальное пространство, как полноценная виртуальная реальность, мы говорим о компьютерной виртуальной реальности прежде всего, потому что виртуальная реальность может быть создана нашим сознанием, в пространстве воображения и так далее. И вот сегодняшние возможности по созданию виртуальной реальности, они достаточно впечатляющие. Мы фактически можем задействовать все свои органы чувств, и зрение, и слух, и осязание. И существуют различные интерфейсы, которые производят компьютерный синтез свойств и реакций в реальном мире. И можно создавать иллюзию присутствия за счет комбинации сенсорных интерфейсов, таких вот графических, в том числе стереоскопических, голосовых, тач-интерфейсов, касательных, построенных на основе обоняния, на основе моторики и так далее. Но мы в пространстве академической коммуникации обычно такие интерфейсы не используем. И может быть это дело будущего, а может быть это тоже не очень нам нужно. Потому что мы в основном в пространстве академической коммуникации обмениваемся научной, научно-организационной, о какой-то очень урезанной личной информации, далеко не полной. В принципе, поэтому мы достаточно четко ограничиваем вот эту вот сферу коммуникации. И поэтому в основном останавливаемся на той, которая передает какие-то идеи, смыслы, ну может быть коннотации, вот видеокоммуникация, интонация и так далее. Коммуникация может иметь синхронный характер. Вот сейчас наша коммуникация, с моей стороны, она имеет характер синхронный. Я говорю, и вы меня прямо сразу слышите. Это какой-то непосредственный разговор. Это телефонный разговор, который мы используем в пространстве академической коммуникации. Беседа с использованием видео на разных платформах. Мы тоже очень часто это используем. А вот после такого пика пандемии мы освоили, по-моему, все это очень хорошо. И используем как в коммуникации с коллегами, так и со своими студентами. И асинхронная коммуникация. Когда вы посылаете какую-то информацию, делаете какой-то посыл, но информация воспринимается вашим адресатом не в момент отправки, а может быть отложена. Вот мы видим, тут Татьяна Ларина пишет письмо, а Онегин с Пушкиным любуются видами Невы. Поэтому, когда он получит это письмо, мы не знаем. И только тогда, когда он обратится к средствам коммуникации, будет присутствовать по тому адресу, по которому письмо отправлено, или откроет свою электронную почту, или каким-то другим способом. Синхронная коммуникация все-таки предполагает взаимную договоренность, подготовку и определенные условия. Допустим, вы звоните по телефону, а в это время ваш адресат находится на работе, или на конференции, или где-то еще. И ему вот эта синхронная коммуникация, она может помешать, и более того, он от нее может отказаться. Вот я, например, сейчас отключила свой телефон, то есть мне нельзя сейчас позвонить, потому что я занята, я вот, дорогие слушатели, с вами общаюсь. И поэтому, даже если кто-то хочет организовать со мной непосредственно синхронную коммуникацию, и говорит, как же так, Татьяна Владимировна, специалист по коммуникации, а на телефонный звонок не отвечает. Да, вот на протяжении часа с небольшим, я недосягаема для синхронной коммуникации. Но для асинхронной, конечно, да, мне можно отправить электронное письмо или написать в чат, и я ознакомлюсь с этим, когда завершу свои дела. Таким образом, вот мы выбираем какой-то способ коммуникации довольно часто, если у нас нет такого вот пожарного, срочного-срочного дела. Мы выбираем именно асинхронную коммуникацию, но в академическом пространстве чаще всего это оптимальный такой вариант. То есть мы делаем это, чтобы не отвлекать человека от важных дел. Кроме того, мы не знаем, в какой точке земного шара человек находится. Может быть, он находится в другом часовом поясе, там на стажировке где-то, или отдыхает, может быть, где-то. И вы ему позвоните, а у него в это время разгар ночи или раннее-раннее утро, как-то он не собирается вообще коммуницировать. Кроме того, непосредственная коммуникация не всегда удобна, потому что вы можете задавать вопросы, а человек не всегда сразу готов на них ответить. Я, например, мне звонят по телефону и спрашивают, а вот там чего-то. Я говорю, ой-ой, подождите, я сейчас включу компьютер. Или я сейчас не могу им это сказать, потому что это далеко от моего компьютера. Далеко не все данные у меня записаны в телефон. Хотя в телефоне тоже неудобно какие-то данные смотреть в тот момент, когда осуществляется звонок. И поэтому в ряде случаев, когда нужна какая-то обширная информация, я не могу даже адреса, возможно, даже конкретную, в какой аудитории у вас завтра занятие. Мне надо посмотреть в расписание. Я не помню, потому что у меня каждое занятие в своей аудитории. Что-то помню, что-то нет, но как бы не факт, что помню. Или там номер телефона, или адрес электронной почты. То есть вот такие вопросы, конечно, лучше задавать не по телефону, потому что в основе коммуникации должно лежать некоторое представление о том, что вы не доставляете вашему собеседнику дискомфорт. Он должен комфортно себя чувствовать, отвечая вам. А телефонный звонок, кроме того, может застать его, допустим, на улице в мороз. И ему нужно снимать перчатки, чтобы даже ответить на ваш звонок. И потом как-то опять надевать, держа в руках телефон. Ну да, есть специальные перчатки, специальными такими вот участками, которыми можно работать с телефоном. Но это слишком нужно заморачиваться просто для того, чтобы принять телефонный звонок. Тогда, да, пошлите по паре перчаток. Всем, кому вы звоните в то время, когда они на улице могут находиться. В такой вот синхронной телефонной коммуникации есть ещё ряд неудобств. Допустим, вот слово ведь вылетает, да, и может быть у вас какая-то договорённость о месте и времени встречи, и она нигде не зафиксирована. И вы договорились на 18 часов, и вот это 8 в голове у собеседника трансформируется потом в 8 часов, да. То есть электронное письмо или сообщение в мессенджере, оно важные встречи как-то фиксирует. А вы сразу не записали, может быть, а потом вот это 18 превратилось в 8, и вас какие-то гложат смутные сомнения, и вы потом уточняете, то есть уже одна коммуникация прошла, и, значит, потом какая-то следующая. Особенно сложно поддерживать вот такого рода коммуникацию, если вы говорите не на родном языке. Но если вы билинг, вам всё равно. А если нет, то вот эти принципы обозначения времени, которые в разных странах разные, например, в Соединённых Штатах, как они говорят, 18 часов, там, значит, 6 часов п.м. или э.м., вот утром или вечером, тоже это надо помнить, произнести, потом вспомнить, что вам сказали п.м. или э.м., и так далее. То есть, ну, не очень удобно. Значит, когда вы по телефону общаетесь, то трудно подключить к обсуждению других участников. Даже если вы общаетесь в мессенджере, вы можете подключить других участников, только если вы заранее с ними договорились. Если вы в процессе разговора их подключаете, не факт, что они в это время будут сидеть, и у них мессенджеры будут открыты. Потому что те, кто активно коммуницирует, обычно извещения отключают. Ну, потому что невозможно всё время какие-то извещения говорят о том, что приходят какие-то там, какие-то сведения в Телеграм, или там, в WhatsApp, или в Viber, ну, кто чем пользуется, или ещё в какой-то мессенджер. И поэтому для решения важных и несрочных вопросов, или относительно срочных, лучше всё-таки вернуться к старой проверенной электронной почте. Ещё более неудобно для общения видеокоммуникации. Вот я занималась утопиями, социальными утопиями. И вот интересно, что начиная с конца XVIII века, при описании будущего и новых технологических достижений, вот просто в обязательном порядке всегда описывался прибор, который позволяет осуществлять видеокоммуникацию, когда собеседники и просто слышат друг друга, а видят. И это один из элементов такого будущего продвинутого общества. Ну, как вы видите на слайде, на картинке XIX века, этот прибор довольно сложный, картинка проецируется на экран. Дама из Европы общается с мужем своим, вероятно, или другом по такому видеофону. Ей нужен ассистент для того, чтобы осуществить вот эту связь. Муж находится, судя по всему, в Китае далеко. Вот сегодня мы такую возможность имеем. Мы имеем такую возможность уже много лет. И тем не менее, согласитесь, мы довольно редко ей пользуемся. В деловой коммуникации мы еще реже пользуемся, чем в личной коммуникации. И понятно, почему. Потому что мы не всегда готовы к видеообщению. Оно может застать нас в домашней одежде, непричесанного. Нам нужно как-то привести в порядок пространство, где мы общаемся. Не всегда это офис, иногда это домашний офис. Домашний офис – это всегда кусочек пространства. Довольно редко у кого бывает целиком кабинет, где там кроме полок с книгами ничего не стоит. И в любом случае, для того, чтобы осуществить видеокоммуникацию, нужно предварительно договориться. В академическом общении чаще всего мы используем асинхронную коммуникацию. Это мессенджеры в социальных сетях, в том числе и в научных социальных сетях. Но это неофициальный канал. И чаще всего этот канал используется при горизонтальных социальных связях, когда мы переписываемся с коллегами, равными нам по статусу, или, может быть, со своими студентами. Если речь идёт о вертикальных социальных связях, допустим, студенту, уже преподавателю в мессенджер записать не очень удобно, так же, как нам, может быть, не очень удобно в мессенджер, если нет такой договорённости, писать какому-то человеку, который на порядке выше нас, в какой-то академической иерархии. Мы также практически исключили из академического общения традиционную переписку, потому что письма идут очень долго, и мы не знаем, получил ли адресат наше письмо, то есть нужно ждать какой-то реакции. Иногда мы просто информируем адресата о чём-то, и нам эта обратная реакция не нужна. Но, тем не менее, традиционные письма, бумажные, которые мы довольно редко отправляем, иногда они очень помогают решить ту или иную академическую задачу, которая стоит перед нами. Я при своей любви, например, к электронному общению, у меня электронная почта примерно с 1997 года, то есть в те времена почты практически ни у кого не было. Я ездила как-то на конференцию во Францию, меня так и представляли. Это мадам Артемьева, у неё есть имейн. Вот это самое главное в моём академическом облике было то, что у меня есть личный имейн, и все говорили, о, мадам Артемьева, у неё есть имейн. И тем не менее я всё равно пользуюсь иногда бумажными письмами. Ну, они нужны, когда нужно переслать там хард-копию, что говорится, там копию бумажного какого-то документа, иногда это надобится. Некоторые фонды до сих пор требуют пересылки отчётов. Вот РНФ, например, требует от экспертов заключение отчёт, когда он оплачивает работу в бумажной форме. Вы не спрашиваете меня, почему. Но есть ещё один фокус. Если вы хотите, допустим, вы организовываете конференцию, вы хотите, чтобы были оповещены о конференции профессорско-преподательский состав какого-нибудь университета или студенты какого-нибудь университета. То есть широкая группа. Если вы пошлёте имейл, вы сами знаете, что бывает с такими имейлами. Ну, там этот имейл перешлют кому-то, может, и не перешлют. Вот люди с кафедры или подразделений, куда вы посылаете. А вот если вы напишете бумажное письмо ректору с приглашением преподавателя этого влоза участвовать в конференции, то он на нём напишет и резолюцию, передаст в соответствующие инстанции. Эту резолюцию все будут выполнять, то есть знакомить всех с содержанием этого письма. Ну, вот такая хитрость есть, и какая-то магия бумажной переписки, она присутствует до сих пор. То есть если в бумажном виде пришло письмо, то оно имеет какой-то настоящий такой статус, и к нему нужно относиться серьёзнее. Если вы то же самое правите электронной почтой, это попадёт в руки секретарю, он может вообще никуда не передать. Ну, или куда-то перекинет декану, там, кого-нибудь соответствующего. Ну, на каком-то этапе он может попасть в такую же тупиковую коммуникацию. То есть бумажные письма, они нужны, иногда бывают, но надо всегда думать, вот какую цель вы преследуете, когда посылаете бумажное письмо. А так, конечно, просто информация о конференции не очень удобна, потому что электронный адрес неудобно набирать, когда вы бумажное письмо. Ну, сами знаете, как неудобно с ним возиться. Поэтому, в принципе, даже если вы куда-то послали бумажное, лучше продублировать электронным образом. Значит, активная коммуникация деловая, в том числе академическая, она, конечно, достояние не только нынешнего времени, но и в раннее новое, в новое время. Эта коммуникация была довольно активна, и были какие-то регламенты, какой-то это с определенной коммуникацией. Вот существовали такие письмовники. Я вот сейчас просто глянула, письмовники на русском языке, они на всех языках существовали, конечно. И сразу нашла в РГБ, в Российской государственной библиотеке несколько десятков разных письмовников. Они начали в России сдаваться с конца XVIII века. И вот они давали образцы писем. Как писать письма? Самые разные. Известительные, совет подающие, обличительные, повелительные, просительные, рекомендательные. Вот в академическом контексте нужно уметь писать рекомендательные письма, но и мы там в соответствующих курсах всё время это рассказываем. Повелительные, просительные, жалобу содержащие, выговорные, извинительные, содружественные, поздравительные, утешительные, благодарительные, издёвочные, любовные и так далее. Вот такие письмовники существовали всю историю фактически существования коммуникации, в том числе академической коммуникации. Ну и сейчас авторы пытаются составлять такие письмовники, чтобы пояснить, как принято, как нужно общаться в академическом пространстве. Действительно, вот для чего нужно знать эти правила? Ну, для того, чтобы создать впечатление главным образом о себе. Создать впечатление, как о человеке активном, опытном, вежливом, знающим правила поведения в процессе коммуникации. Ну и человеке, который не попадает в какие-то смешанные ситуации. Давайте посмотрим, какие требования предъявляются прежде всего к электронной коммуникации через электронную почту. Многие из них, может быть, кажутся очередными. Я бы не говорила о них, если бы сама не сталкивалась ежедневно с нарушениями вот этого эпистолярного электронного этикета, который делает общение для меня иногда чрезвычайно неудобным и время затратным. Ну и который формирует иногда не очень адекватное представление о человеке, который вступает в коммуникацию. Но мы все знаем, что театр начинается с вешалки, а электронная переписка начинается с адреса. И, вероятно, общаясь с друзьями, можно выбрать себя в качестве такового какой-нибудь там знойная мулатка Mail.ru. Это будет забавно или смешной, но в академическом сообществе это произведет, конечно, невыгодное впечатление, как если бы выявились на лекцию в купальнике и во вьетнамках. Я ничего не имею в виду ни против купальника, ни против вьетнамов, но все это в соответствующей среде должно быть. Поэтому для неко-электронного адреса лучше выбрать сочетание имени и фамилии, какие есть у большинства ученых. Если там фамилия популярная, то поиграть нужно как бы с именем, туда включить с подчеркиванием верхним и нижним. Я бы не стала об этом говорить, если бы я не встречала, я довольно часто организовываю конференции, наверное, 50 с лишним таких конференций провела, и каких только причудливых адресов я не включала, их не буду, конечно, называть, но иногда человек лет 20 уже электронная почта существует, и когда-то себе завел адрес с таким ником, и до сих пор использует, а он еще там со студенческих лет, поэтому вот такие смешные адреса встречаются довольно часто, или кто-то просит секретаря послать кафедры, а у секретаря кафедры, он студент, молодой, у него тоже может быть смешной какой-нибудь адрес, и, боже мой, каких только не насмотришься этих адресов. Вообще, по возможности нужно использовать корпоративную почту для деловой переписки, причем и корпоративная почта, она хороша еще тем, что вы всегда можете в нее доступ предоставить, ну, мало ли там что-то нужно наладить, починить, и потом у айтишников только не путать личное со служебным. Хотя для академик у Сафрана иногда это бывает неудобно, потому что нам иногда трудно разделить личное от служебного, у нас многие друзья, они же коллеги, они же супруги, и поэтому у нас вот эта переписка идет в таком режиме, тогда можно сделать себе красивый адрес с собственным доменным именем, доменное имя, чтобы было, ну, отличалось от бесплатных вот этих вот почтовых программ, потом некоторые программы типа Mail.ru, ее, ну, она как спам фиксируется многими почтовыми программами на Западе, причем давно уже, вот Mail.ru в Британии лет 15, наверное, не воспринимают. Поэтому нужно другого адреса отправлять. Значит, в принципе, можно сделать красивый адрес и через Яндекс, и через Mail.ru. Если у вас есть сайт, то доменный адрес можно сделать через сайт, но это как бы отдельный сюжет. Будьте поосторожнее с аватаром. Вот это письмо пришло мне, причем пришло мне как председателю общества истории и действий с просьбой включить в члены общества. Вот каких только я не видела аватаров в письмах, значит, вот таких вот, ну, я ничего не имею против вот этой девушки с красивыми формами, ну, просто странно видеть это в официальном письме, которое адресовано мне, как вот уже официальному лицу. Это там ктулху, макаронные монстры, мультяшные герои, популярные актеры или какие-то фрагменты из какие-то образы там рыцарей, принцесс и так далее. Я думаю, что в деловой переписке вообще лучше не использовать аватар, даже собственный портрет, в всяком случае ни один из моих серьёзных корреспондентов, известных учёных, руководителей проектов, руководителей академических институций не делает этого. Нету запрета, конечно, вот эти все советы, о которых я говорю, они нигде не зафиксированы, не скреплены большой какой-то там круглой или квадратной или треугольной печатью, и это просто установившееся правило в сообществе, которое создаёт определённый образ корреспондента. В любом случае отсутствие аватара придаёт письму нейтральную окраску, а любое письмо золовое в академическом контексте, оно, собственно говоря, и должно быть нейтрально. Обязательно указывайте тему письма, невежливо отправлять письмо без темы. Не все переписываются одно письмо в неделю, у некоторых письм бывает 20, 30, 40, 50, 70, на некоторые письма не нужно отвечать, это просто информационные рассылки, и в принципе не нужно в теме письма указывать от кого, по адресации видно, от кого это письма, если, конечно, не от знойной младки, на МРУ. Лучше кратко указать содержание, чтобы ясно было, насколько срочно нужно на это письмо отвечать. Лучше, конечно, в своей почте по папкам разложить информацию, которая приходит допустим акцию, связана с родом вашей деятельности в одной структуре, в другой структуре, чтобы они не путались. Но это уже совет как бы не такого не этического характера, а практического. Это, в общем-то, удобно, когда у вас рассылки в отдельную папку попадают. Это несложно сделать, в любой почтовой программе есть такая опция. Еще, я бы не стала об этом говорить, не сталкивалась с этим в жизни. Когда человек, отправивший электронное письмо, это обычно люди, которые очень мало коммуницируют, у них нет особенного опыта, они потом звонят по телефону и спрашивают, дошло или нет. Причем иногда неудобно смотреть, я в том же телефоне смотрю почтовую программу, там дошло письмо или нет, мне его читать неудобно, иногда там аттачменты какие-то бывают. В общем, не нужно путать средства коммуникации. Если вы отправляете по почте, так по почте, тогда и ждите ответа. Причем считается не очень корректным настраивать почтовую программу, там есть такая опция, чтобы обязательно ответить. Если вам важен ответ, лучше прямо в письме напишите, пожалуйста, сообщите о получении. Это как-то будет более вежливо. Если вы посылаете приложение или аттачмент, то очень невежливым считается, если вы просто сделаете прицепку в письмо и отправите без единого слова. Обязательно нужно написать небольшое письмо сопроводительное, по-английски это называется cover letter, где просто написать уважаемый такой-то отправляю вам запрошенную информацию или информацию о конференции или студент, если презентацию по курсу или черновик моей курсовой работы или магистрской диссертации. как-то так. Особый вопрос вежливости, как называть пересылаемые файлы? Я уже говорила, что я часто организую конференции и вот допустим на конференцию философия в России 18 века это стандартный вариант, когда 95 человек из 100 озаглавят файл философия в России 18 века или философия в России. То есть мне нужно каждый файл переназывать, потому что в данном случае мне важно не то, что присылают на конференцию, об этом нужно написать в теме письма, но это я даже пишу в информационных письмах всегда, сколько обозначить от кого это письмо. поэтому и в принципе всегда, когда вы получаете сообщение, для вас важно от кого вы получили это сообщение, когда вы в своем компьютере скачиваете и классифицируете, раскладываете по папкам, поэтому напишите всегда, озаглавьте так, чтобы потом человек не должен, чтобы не нужно было переименовывать этот файл и озаглавьте его в соответствии с содержимым и вначале неплохо поставить или свою фамилию, ну или название подразделения, от имени которого вы посылаете вот этот файл. Значит, очень важно обращение. Обращение в принципе здесь жесткого такого закона нет, можно, конечно, написать «Здравствуйте, уважаемая Татьяна Владимировна». Ну как-то вот сегодня сложилось в академических кругах, что мы не здороваемся, никогда посылаем письма, никогда выступаем на конференции, а мы сразу обращаемся к аудитории. Мы говорим, когда выступаем, мы говорим «Уважаемые коллеги» и дальше начинаем выступать. И также в письме вы пишете «Уважаемая, допустим, Татьяна Владимировна». Ну вот, сейчас под влиянием, наверное, международной системы, международной орфографической системы, уже довольно редко ставят после обращения восклицательный знак. По правилам русского языка ставится восклицательный знак или запятая. Сейчас чаще ставят запятую в академической переписке. И дальше идёт текст письма. Если вы знаете человека, пишете, собственно говоря, свою проблему формулируете. А если нет, то нужно в двух словах представиться. Кто вы такой, почему пишете письмо. Используется ли сейчас форма глубоко уважаемой? Вы знаете, используется очень часто в контексте общения внутри академии наук. В академии наук она до сих пор используется. Вне академии наук считается, что это уже форма архаичная. Хотя можно таким образом опозначить особое почтение почти незнакомому, но очень известному человеку и так далее. В люди, у которых есть большой опыт международного общения, очень часто пишут дорогой. Это буквально калька английского идея профессора Артемьева, допустим, или идея Татьяна. И там вот эта идея означает не совсем дорогой, а именно уважаемый. На русский так переводится. Эта форма сегодня используется и по-русски как условная форма вежливости. Вообще вот это обращение некоторые боятся, как же вначале написать уважаемое Татьяна Владимировна и в конце подписаться с уважением. Вот вообще говоря, не нужно отмерять вот это уважение к гомеопатической дозе. Вот уже один раз написал уважаемое и хватит. Не нужно больше. Куда там столько уважения? Считайте, что это такие кавычки, которые вы пишете в начале и в конце. Если ваш адресат, корреспондент намного выше вас по положению старше по возрасту, то у вас просто нет другого варианта. То есть вы открываете кавычки, вы закрываете кавычки, пишете уважаемое и пишете в конце с уважением. Значит, с новой строчки обычно изложение проблемы вы пишете, чтобы письмо было структурированное, чтобы ясно и легко было читать. Если вы предварительно отвечаете на письмо, где вы получили какую-то полезную информацию, то следует поблагодарить корреспондента за это. Вообще иногда благодарят просто за письмо, потому что оно является знаком внимания участия. Тем более, если вы переписываетесь с редактором, который отредактировал вашу работу, с научным руководителем, который дал вам какие-то советы, может, по советам какую-то библиографию, что-то порекомендовал и так далее. Если у вас завязалась переписка, то желательно в конце цитировать свое предыдущее письмо, такая опция в почтовых программах есть. И представьте себе, не все концентрируются на коммуникации с одним человеком. Некоторые достаточно активные в академическом мире люди одновременно ведут переписку с полусотней коллег, если включить аспирантов и студентов, то там еще больше, у которых он ведет какие-то курсы, дает какие-то задания. И человек не в состоянии помнить всегда логику и особенности диалога всех своих корреспондентов. Студенты любят в предыдущем письме мы с вами обсуждали тему моей работы, а я обсуждаю тему работы с двумя десятками студентов. Я вот так тоже навскидку не помню всех, с кем я какую тему обсуждала и не всегда помню, на чем мы остановились. То есть лучше в пределах обсуждения одной темы цитировать предшествующее письмо. Если вы стали обсуждать какую-то уже совершенно другую тему, то тогда нужно новое написать письмо, чтобы была новая тема и чтобы не нужно было прочитывать предшествующую переписку до конца. Значит, на электронное письмо следует отвечать достаточно быстро, в течение одного-двух дней. Не всегда есть возможность собрать необходимую информацию или вы там что-то выясняете, тогда нужно написать письмо, что уважаемый коллега, спасибо за письмо, я сейчас как раз занимаюсь сбором информации по вашей просьбе и отвечу вам, когда завершу этот процесс примерно через неделю. Но вот этот ответ должен быть в течение одного-двух дней, чтобы получили письмо, что вы знаете, что вы работаете над этим и так далее. То есть норма вежливости предполагает вот это. Да, с глубоким уважением, конечно, можно написать. Это нормально, это принятая форма. Я тоже сказала, что вот это глубокое уважение, оно сейчас реже встречается, чаще в академическом контексте. Но это хороший тон, это свидетельствует о вашем таком уровне воспитания, тоже глубоком и высоком. Поэтому это всегда приятно получать такие письма. Значит, если вы переписываетесь в менеджере, то в мессенджере извините, в мессенджере нужно отвечать в тот же день. То есть вы, может быть, ответы не знаете, но обязательно нужно ответить, что да, получил и подумал над этим. Ну, допустим, что-то узнал. В мессенджере часто видно, что вы письмо прочитали. И если нет никакого ответа, то непонятно, и что, и прочитали, а может быть, случайно кликнули и на самом деле не прочитали. Поэтому учтите, что такие нормы времени сейчас приняты. То есть вы не обязательно должны исчерпывающий ответ давать так быстро в течение одного-двух дней или в течение того же дня. Но ваш адресат должен знать, что вы отреагировали на это письмо. Да, с наилучшими пожеланиями можно написать. Но вот это, все вот эти вежливые как бы завершения песен, которые в деловой переписке приняты, они приняты и в академической системе. Ну, с уважением, мне кажется, более корректно в академическом общении, чем с наилучшими пожеланиями. Вот. В наилучших пожеланиях что-то есть поздравительное, но это нормальная принятая формула вежливости. Значит, очень важно как подписывать письмо. Очень часто в академической переписке или вообще в деловой переписке мы опускаем отчество. Допустим, там с уважением, Татьяна Артемьевна. А, значит, общение на ловко-музыке предполагает, ну, если нет какого-то сближения личного, предполагает использование отчества. И многие подписываются так, имя и фамилию. Тогда полное имя у вас должно содержаться в адресе, который вы автоматически появляется в конце письма. Лучше туда закладывать какую-то информацию, вот туда хорошо бы заложить информацию о том, что вы там, допустим, доктор или кандидат наук или PHD, там, профессор, доцент, и какую-то еще информацию, которую вы считаете важной. допустим, адрес мессенджера, по которому вы общаетесь, и вы предлагаете, если хотите, можете использовать мессенджер, или номер телефона, если вы считаете для себя возможным обращаться к вам номер телефона. Ну вот, допустим, вот такие выражения, как с уважением, там, всего доброго или с наилучшими пожеланиями, вот в эту автоматическую подпись включать, это как-то не очень хорошо, всегда должна быть, это значит идет формальный такой хвостик письма, а прощение должно быть каким-то личным, то есть вы в каждом письме пишете с уважением, а не просто вот эту вот ставите шаблон вот этой подписи, это как-то не очень вежливо, и всегда адреса думают, ну, трудно было ему написать с уважением, что ли. Вообще вот обращаться к человеку нужно использовать то имя, которое он сам называет. Вот если я подписываюсь Татьяна Владимировна, значит Татьяна Владимировна, если Татьяна, значит Татьяна, если Таня, значит Таня, но вот просто так вот этот доминитип уменьшительно ласкательное применять к человеку, который так никогда не подписывается, ни в коем случае не надо. Во-первых, вы можете не знать, как человека зовут, там сейчас же у некоторых уменьшительные имена дают в качестве полных. Иногда это может быть какое-то ну вот имя Саша может быть. Скажем, вот индусы сокращают иногда какие-то сложные свои длинные имена вот такие. То есть обращайтесь, как вам представились, не надо придумывать, как можно человека назвать. Это можно каких-то близких называть. И от имени Михаила, вот имени своего мужа, как-то образовало, вот это мы поздравляли его с днем рождения, образовали где-то 300 с лишним таких вот уменьшительно ласкательно с помощью суффиксов и так далее. То есть вариант такой. Но в академическом общении не нужно использовать вот это богатство русского языка. Человека нужно называть так, как он представился. И еще я хотела бы, чтобы вы обратили внимание, что академическое общение, которое очень часто бывает международным, оно предполагает определенный порядок имени и фамилии. Сначала имя, потом фамилия. Вот просто мы знаем вот это ФИО, когда фамилия ставится вначале, это в советское время появилась. Вот такая бюрократическая формула. Но там, где вот это ФИО, вы пишете в какой-нибудь анкете, которая вам задана изначально, пишите так, как от вас требуют. Но когда вы пишете письма от себя, то вначале пишите имя, а потом фамилия. Приведу один пример. У меня есть знакомый, который зовут Питер Роберт. Вот если он не будет писать в правильном порядке имя, фамилию, то и так у него всегда путают имя, фамилия, где имя, где фамилия. Но в русском языке обычно суффиксы или окончания нам позволяют понять, где имя, где фамилия, где женская фамилия, где мужская, хотя тоже не всегда. Но всегда в таком порядке пишите и никогда не будет у вас такой путаницы и проблемы. Значит, электронная почта накладывает определенные ограничения. Во-первых, никогда не нужно посылать конфиденциальную программу посредством электронной почты, потому что эта информация осядет на серверах и так далее. и никогда не пишите никаких личных, даже в личной переписке каких-то оценочных таких вот характеристик. То, что в личном каком-то общении, дружеском общении может быть сказано, в дружеском общении мы общаемся как общаемся и говорим начальник, ну просто но если вы написали такое в почте и потом это попадет, вот это же как бы зафиксировано, что написано электронным пюром, то не вырубишь уже никаким топором электронным и электронным. Поэтому в электронной почте ничего не должно быть такого, что может быть вам потом предъявлено. Это вообще считается вещдоком и даже в судах принимается. Поэтому никогда не пишите то, что вы не хотите, чтобы было вам предъявлено. даже если вы в каком-то эмоциональном состоянии праведным гневом кипите, напишите такое письмо и не отправляйте, чтобы не было вот этого как бы не было зафиксировано. Также и в мессенджерах, конечно. Значит, в самом тексте письма не нужно злоупотреблять аббревиатурами, эмоциональным оформлением, капслоком. Ну вот даже выражение такое есть не капслочьте меня. Считается, что это крик, когда вы капслоком пишете. Но иногда что-то надо выделить в общении с коллегами или там даже не с коллегами, скорее со студентами иногда, когда вы 20-е письмо пишете и там вам студент не прислал что-то, что он должен был давно прислать. Но это исключительная ситуация. Это также как повышение голоса. Вот в каких ситуациях вы можете повысить голос? В академическом общении практически ни в каких. Поэтому капслок используйте очень осторожно. Значит, также лучше особо не использовать сокращения на английском языке. Я здесь привела вот эти сокращения только для вашей информации. Если вы какие-то не знаете и встретили в письме, в письме они могут встречаться, то вот мало ли, если вы не знаете, хотя сейчас легко погуглить, то в деловых сообщениях они иногда используются, но желательно все-таки обойтись без них. вот за исключением может быть таких традиционных типа там PPS по скрипту или TBA очень часто в программах пишут, когда как-то не до конца в программах конференции не до конца прояснено, о чем будет человек говорить. Вот эту аббревиатуру я встречала довольно часто, причем даже в российских конференциях. Значит, дальше вот вы отправляете письмо. Вообще специалисты по деловому этикету советуют писать письмо снизу вверх. Если вы собрались отправлять файл, сначала прикрепите файл. Вы сами знаете, наверняка нет такого человека, который бы не отправлял письмо, а потом бы не обнаруживал, а я файл забыл отправить, но бы не отправлял этот файл еще раз, второй раз. Или не получал бы вместо одного письма два, первое письмо, которое говорит, я посылаю вам файл с информацией о пустое письмо, а второе, значит, письмо с файлом, где написано, ой-ой-ой, извините, забыла прикрепить файл. Вы знаете, эта ситуация, она обычная. Поэтому собирайтесь отправлять письмо, сначала прикрепите файл, потом напишите в письме, что это за файл, ну, правильно названный файл должен быть, и что это за файл, и почему получатель должен его открыть, что там, значит, потом сформулируете тему письма и впишите в нужное поле, перечитаете, и только потом пишите адрес. Даже во многих почтовых программах, если вы отправили письмо, вы ещё можете его тормознуть в течение там 20, может быть, секунд или полминуты. Но вот это всё, вот эту последовательность нужно делать, чтобы случайно неаккуратным движением не отправить недописанное письмо, а то вот, не дай бог, ну, приветствие завершающее не дописали, тогда письмо будет выглядеть очень грубым. Значит, одно письмо, одно письмо, одна большая тема. Почему-то люди не дочитывают письма. Если там будет три вопроса, это точно совершенно, что какой-то из них останется неотвеченным. Почему это происходит, это тайна человеческой психики, не спрашивайте, я не знаю. Но вы наверняка сами с этим сталкивались, поэтому лучше спустя погодя отправить ещё одно письмо с другой темой, и, может быть, вы по одной из этих тем будете долго переписываться, а остальные вопросы вы сразу получите, ответ и так далее. Значит, если вы в письме посылаете ссылку, то обязательно напишите, на что вы даёте ссылку. нельзя просто кучу ссылок кинуть в письмо. А вот это вот посмотрите здесь, вот тра-та-та-та-та, вот это вот система ссылок. Нужно объяснить, потому что вам кажется, что понятно, о чём вы пишете, а адресат, он не знает и не понимает, что тут вообще, почему он должен кликать по этим ссылкам и, собственно говоря, что в этих ссылках смотрит. Ну вот есть ещё список выражений, которые лучше не использовать в деловой переписке. Сегодняшние специалисты по сетевому этикету обратили внимание на то, что есть некоторые выражения, которые традиционно в деловой переписке используют, в том числе и в академической, когда это связано со служебными такими-то делами, которые ужасно раздражают. Вот Ольга Лукинова, автор книги «Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете», и она ведёт канал «Цифровой этикет» в Телеграме, она провела опрос, какие фразы ужасно раздражают, и поэтому лучше их не писать. и вот результаты опроса, она почти 4000 человек опросила, результаты опроса такие. Но в деловой переписке может не обращаются девочки и дамы, ими с маленькой буквы иногда пишут, ну вот как в смс-ках раньше или в этих самых пейджерах писали, вот это сохранилось, как бы напрягаться с переключением клавиатуры. Ну вот это очень раздражает, поэтому лучше всё-таки напрячься, переключить клавиатуру и написать с большой буквы. Какие-то вот неуместные шуточки раздражают, там категорически приветствую. Вопросы, чем сейчас занят, это личный вопрос, это вообще не может быть чьим-то делом, чем я сейчас занят, это моё личное дело. Не надо меня спрашивать, чем я сейчас занят. Это я могу детей своих спросить, чем ты сейчас занят, сейчас же прекрати. Это не спрашиваю даже подчинённого, чем ты занят. Поэтому значит просто это задание, просто даётся задание без всяких вопросов. Ну вот это сообщение из одного слова здравствуйте, это часто бывает в мессенджерах, когда человек пишет здравствуйте, завис. А дальше он значит начал набирать текст письма, отвлёкся, отошёл, и значит вы получили это здравствуйте, и что вот нужно на него как реагировать? Ну здравствуйте, и что дальше? Зачем это нужно было делать? Поэтому сразу пишите текст, и ну в мессенджерах как-то не очень принято здороваться, поэтому сразу можно написать, обратиться можно, здороваться в мессенджере, необязательно. Значит не нужно умолять вот как бы заслугу человека, к которому вы обращаете просьбу. Вот это вам несложно, или вы такой специалист крупный, что вы эксперт, вам это ничего не будет стоить. это вообще запрещенный такой прием, это не очень вежливо, потому что это как бы принижает заслуги человека, и уже очень раздражает. Когда вот вы эксперты, поэтому почему-то вы должны все писать там отзывы на диссертации, которые приходят на каждую. Значит если ты эксперт, ты какой-то прям проклятый, все тебе вот эти задания, и мало того, что это само по себе лишнее задание раздражает, когда это еще сопровождается вот таким комментарием, это конечно очень неприятно. Ну вот сообщения типа вообще сообщения раздражают, которые приходят в неположенное время. Если у вас принято переписываться в мессенджере, ну в ватсапе сейчас многие группы создают, там кафедральные или даже факультетские, вот нужно все-таки избегать нерабочего времени, не писать в неположенное время, потому что это может потревожить человека, если вы рано утром или поздно вечером пишете. Не все могут отключать мессенджер, иногда забывают, иногда просто не отключают, потому что там какие-то близкие все время на связи должны быть и по этому же каналу. И потом, когда на протяжении дня и ночи все время какие-то сообщения, такое ощущение, что на работе 24 часа. Это нехорошо. Лучше написать отложенное сообщение и также почту неудобно отправлять в нерабочее время, потому что сейчас в смартфоне фактически у всех есть приложение с почты и часто оно, если не очень обширственная переписка, сообщает о новых письмах, вот, поэтому лучше воздержаться и написать в нормальное какое-то рабочее время. Стиль общения часто раздражает, когда какое-то сюсюканье или избыток эмоциональных каких-то знаков вопросительных, восклицательных, вот, капслов, о котором мы говорили и так далее. Но вот одна из фраз, которая страшно раздражает, мне даже искусственный интеллект вот такую картинку нарисовал на доброе время суток. Один из самых раздражающих таких, вот, одно из самых раздражающих сообщений, ну, нет запрета не писать доброго времени суток. Ну, вот, как-то многие работодатели пишут, что все письма, которые начинаются с обращения доброго времени суток, я сразу выбросую в корзин. Поэтому не пишите так. Не все, может быть, ваши адресации такие терпеливые, что проигнорируют вот этот сюжет, и забудьте вообще об этом выражении, не знаю, кто его придумал. Часто мне тоже пишут, особенно студенты, доброе время суток, те, которые у меня уже учились, знают, что я говорю, что я письма с таким обращением читать не буду, все равно пишу. Но постарайтесь избежать, потому что это такой очень раздражающий момент, многих раздражает довольно сильный. Дальше, если вы делаете массовые рассылки, если вы ряду информацию о конференции рассылаете или еще что-то, то используйте опцию скрытого адреса. когда вы пишете письмо, вы вот эти все адреса пишете там в графе скрытый и в качестве адреса пишете себя, вы получите это письмо, а все остальные тоже получат это письмо, но там не будет перечисления всех адресов. Вы же знаете, вы иногда получаете рассылку, а там все адреса, кому написали это письмо. И не все люди, может быть, хотят, чтобы видели их электронное адрес кто угодно и так далее. И вот эти вот письма с массовой рассылкой, вы когда на них отвечаете, вы очень внимательно смотрите, как вы отвечаете. Ответить или ответить всем. Если вы нажимаете, кликаете поответить всем, то тогда, допустим, в рассылку включено 20, 30, 40 человек и все 40 человек получат ваше письмо. Вы тоже, наверное, сталкивались с этим, когда вдруг вы каждый день получаете по 20 писем, это просто ответили спасибо за информацию. Не к вам обращенное, обращенное к автору письма. Поэтому будьте внимательны в этом смысле. это отдельный сюжет. Я просто завершу еще одним таким моментом, который тоже является в академическом общении довольно раздражающим. Это голосовые сообщения в мессенджерах. Но понятно, что иногда людям, которые за рулем, им удобнее наговорить сообщения в мессенджере, нежели написать. но учтите, что большинство людей голосовые сообщения получать неудобно. Потому что мы часто проверяем свои мессенджеры. О чем мы говорим? Если человек уткнулся в телефон, он сидит на каком-то заседании и уткнулся в телефон, догадайтесь трех раз, что он делает. Проверяет мессенджеры, свою почту проверяет. А представьте себе, как вы голосовое сообщение будете слушать. Конечно, можно куху поднести, тогда сразу на фронтальный микрофон переключится, но все равно это как-то неудобно. Или в транспорте проверяют, или еще где-то, когда голосовое сообщение будет содержать информацию, которую не нужно доводить до всеобщего. Доводить до ушей всех, кто вокруг. Поэтому по возможности минимизируйте это и голосовые сообщения используйте. Или если у вас есть договоренность с адресатом, нравится слушать ваш голос, говорит, присылайте мне побольше голосовых, я так люблю ваши голосы. Лучше объясните мне голосом, чем писать. В таких случаях. Или вообще какой-то пожар, пожар, что-то срочно-срочно вы едете на машине, руки заняты, наговариваете что-то. Или где-то еще в какой-то ситуации потеряли очки, не можете толком клавиатурой пользоваться, извинитесь, и тогда голосовое сообщение. То есть в каком-то исключительном, исключительной какой-то очень сложной ситуации. можно много еще говорить. Это вообще тема неисчерпаемая, очень важная. И тема, которая создает правила, которые создают нормальную, рабочую, дружелюбную, положительную атмосферу в общении с коллегами, с начальниками, с подчиненными, со студентами и так далее. То есть соблюдать вот эти правила, это значит способствует во-первых формированию своей репутации как вежливого тактичного человека, и во-вторых делать общение с вашим приятным, собственно, одно и то же, и ваши действия в академическом поле эффективны. поэтому подробности научной коммуникации, академической коммуникации я рассматриваю на своем курсе практика научной коммуникации, где я не останавливаюсь только на коммуникации в виртуальном пространстве, хотя и про коммуникацию в виртуальном пространстве я только какие-то основные темы затронула, там много разных нюансов, ну и также другие формы коммуникации выступления на конференциях, коммуникации с аудиторией, как нужно задавать вопросы, как вести заседания, там тоже есть свои особенности, потом коммуникация вне виртуального пространства происходит не только через как бы слово и содержание слова, это определенные жестикуляции, определенные манеры себя вести, которая разная в разных странах и так далее, очень много всяких нюансов, потому что как вы общаетесь в академическом сообществе Финляндии, вы совершенно не так общаетесь в академическом сообществе в Италии, или как вы одеваетесь на конференцию для общения в Москве или в Петербурге, и в каком небольшом городе, в котором есть единственный университет, если вы приезжаете туда на конференцию, там немножко общение другое, и дресс-код там немножко другой, вот всякие такие темы я рассказываю на курсе, которые могут сделать вашу коммуникацию успешной и облегчить ваше продвижение по пути академической карьеры, как бы вы ее не строили в экспертном поле или в административном поле, поэтому я надеюсь, что сегодня мне удалось тоже какие-то дать вам полезные советы и я благодарю вас за внимание и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Да, совершенно верно, это максима, да, вот это золотое правило морали, которое в Библии сформулировано и как бы максима, о которой писал Ханг, к другим надо относиться, как бы вам самим хотелось, чтобы обращались к вам. Это верно, поэтому когда вы общаетесь, пишете письма, вы всегда думаете, а я вот такое письмо хотела бы получить с таким раздражающим тоном, с большим количеством аттачментов с непонятными названиями, которые я могу посмотреть только на телефоне, а телефон сам не знаете, открываешь аттачмент, он где-то там запоминается, бог знает, где в недрах телефона, и надо сидеть, копаться там, то есть пока до компьютера не дойдешь, толком не разглядишь вот это все. Да, всегда об этом нужно думать, и тогда от вас всегда люди будут с удовольствием получать какую-то веточку, узнать, что вы их не напряжете, не нужно будет как-то все бросать, чтобы заниматься вот этой коммуникацией с вами. коммуникация людей должна быть полезной и приятной, конечно, тоже. Так, сейчас я посмотрю, есть ли вопросы в графе вопросы. Нет, здесь вопросов я не вижу, значит, ну, можно в чате так-то задавать. если вот по ходу лекции еще были какие-то вопросы, я их не увидела, ну, просто потому что сложно следить было, то с удовольствием отвечу, еще раз повторите тогда, если вам не сложно. Я старалась все время в чат смотреть, но у меня иногда не всегда получается. Спасибо, коллеги, мне приятно очень, что вы в Петербурге, во всяком случае, сегодня солнечный день очень теплый, я из разных мест, наверное, там разному вас погоню сегодня устроена, но все равно, что пришли в неделю где-нибудь тяжелый послушать мою лекцию. Ну и вот, может быть, какие-то ее положения нужно передать студентам, потому что я всегда, когда начинаю общаться с какими-то новыми студентами, я им всегда посылаю файл, который называется «Вежливое письмо», и там обстоятельно рассказываю, как нужно с преподавателем общаться, иногда даже пятикурсники или магистры не очень хорошо себе это представляют. Да, совершенно верно. Ну вот, если мы преподаем, работаем со студентами, их вот точно надо учить с первого курса, потому что они иногда неуклюже очень формулируют свои желания, там хотят вас попросить быть научным руководителем и пишут письмо в жанре «Ларису Ивановну хочу», вместо того, что там «Уважаемая», вот, мне очень интересны результаты ваших исследований, я бы хотела попросить вас быть моим научным руководителем, я выбрала вас моим научным руководителем, ну вот это вот, всякие такие вещи, надо студентов просто учить, они иногда не от грубости, а от невежества просто такое проводят. Да, студентов надо учить, студентов надо учить, а взрослых переучивать, но своим примером вы не можете взрослым людям делать какие-то замечания очень часто, значит, если вам не нравится тон общения, охладите свой тон до такого, чуть преувеличенной вежливости, но люди обычно понимают такие вещи, но если не понимают, со взрослым человеком, тут уже вы понимаете, сложно иногда бывает, самое главное, чтобы вы производили прекрасные впечатления, вот к этому нужно стремиться, весь мир, конечно, не изменишь, нужно его изменять по мере возможности, ведь студентами надо работать, студенты не умеют общаться, я иногда прошу, напишите мне все письма, когда небольшая группа, сразу, там, ну, с такой-то просьбой, и сразу видно, что не умеют, не знают, как общаться, не обращаются, без обращения, а прямо напишут, я говорю, вот вы просили написать письмо, я пишу, я говорю, ну, вот, что это за письмо, нужно сказать, уважаемая Дина Владимировна, выполняю наше задание, посылаю вам письмо, и в графе тема, там, просьба преподавателя, или письмо по запросу, ну, какая-то тема, чтобы ясно было, ну, и все остальное, там, со всеми формулами вежливости, вот это письмо, довольно редко кто-то так пишет, мне кажется, что если свой преподаватель, он нужно, а, особенно если научный руководитель, нужно, там, как угодно с ним общаться, ну, вот, надо учить, конечно. Ну, хорошо, коллеги, я надеюсь, что было полезно, и буду рада видеть вас на своем курсе, приходить. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. Ну, эта лекция будет в бесплатных висеть, поэтому, если хотите, можете своим студентам тоже порекомендовать ее прослушать. Всего доброго и успехов вам на Ниве академической коммуникации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok